Музыка Тема сегодняшней лекции Культурология как система знаний Основные культурологические теории Мы сегодня рассмотрим три вопроса Первый это понятие культуры Второй вопрос Проблема типологии культуры Третий вопрос Основные функции культуры Основная литература Это культурология Учебное пособие для вузов Под редакцией профессора Радугина Москва, 1997 год Дальше Культурология истории мировой культуры Издана в Москве в 1985 году И третье Казахстанский культуролог Тимошинов Культурология Издана в Алмате В 2003-2004-2005 год Дополнительная литература Ну касается конечно Некоторых моих работ Млечные пути в Разии Издана в Астане В 2004 году Под серией Пали от Турции Кодиев книги Одна книга называется Мир древних тюрков Мир древних тюрков Издана в Алмате В 1999 году Вторая книга из этой серии Называется она Исследование языка древних тюрков Она вышла здесь в Астане В 1996 году Первая вводная лекция По дисциплине культурологии Культурология как система знаний Основные культурологические теории Мы прекрасно сами Осознаем и понимаем Что культура Это сложная Многоуровневая система Вбирающая Отражающая Противоречия всего мира И главное Прежде чем приступить Как они проявляются В чем проявляются Эти противоречия Мне бы хотелось Остановиться на понятии культуры Понятие культуры Культура как смысловой мир человека Культура это понятие Которое раскрывает Сущность человеческого бытия Как реализацию творчества и свободы Это определение Эта дефиниция Она близка по своей семантике По своему значению К определению Николая Александровича Бердяева И такое же определение Мы обнаруживаем У выдающегося Казахского мыслителя Девятнадцатого столетия Шакарима Куда Бердяева Культура это понятие Которое обозначает Универсальное отношение Человека к миру Через которое Человек Создает мир И самого себя То есть В этом слове В этом термине Подразумевается Не только новые знания Но и новый творческий опыт Если вспомним слова Александра Сергеевича Пушкина И опыт Сын ошибок Трудных И гений Парадокса Вдруг То есть Человечество Путем Опыта Мог Накапливать знания И материальные И духовные А затем же Человек оказался В этом Центральном поле Культуры То есть Человечество Вначале создавало Накапливало Эти знания А затем Система культуры Стало настолько Всеоблемлюще Что человек Начал Ощущать Себя Влияние Этой системы То есть Если исходить Из законов Естественных наук То мы понимаем Что система Есть природная Система Природная система Она не зависит От воли человека От его желания И изменить Ход Природных явлений Не под силу Человеку Поэтому Человек Пользуется Другой системой Так называемой Рукотворной Это культурная Система То есть Система Антропогенная Созданная Руками человека Такая система Она требует Постоянной Поддержки Потому что Когда Возводятся Здания Или какие-нибудь Архитектурные Сооружения То человек Непосредственно Должен Ухаживать За этими Зданиями За этими Вещами Материальными Иначе Начинается Процесс Его распадения То есть Процесс Его аннигиляции И разрушения Антропогенная Среда Это есть Среда Культуры То есть Культура Это созданная Волей Умом Человека То есть Это Как мы с вами Дали определение Как реализация Творчества И свободы Человека Поэтому Такое Определение Мы считаем Наиболее Приемлемой На сегодняшний Момент В истории Культурологии Потому что Есть Более 400 Сегодня Определений Культуры Но На мой взгляд Кажется И мы Представляем Это Определение Ближе К пониманию Культуры Бердяева Николая Александровича И Шакарина Кутабердыева Намного Объективнее И полнее Отражают Суть Культуры Мы знаем Что человек Благодаря Опыту Отличается От всего Остального Биосферы Понятие Биосферы Мы включаем Не только Живые Организмы Это и растения Это и Мертвая Природа Так называемая То есть Биосфера Это так называемый Вмещающий И кормищий Ландшафт Человека И Особенности Ландшафта Особенности Его природных Климатических Условий Влияют И на Ментальный Мир Человека Нельзя Говорить Что Мы не Впадаем В географический Детерминизм И не считаем Что Оно Является Определяющим Но все Таки Влияние Географии Влияние Климатических Условий Формирует Тип Сознания Тип Отношения Человека К окружающей Прироге Тип Хозяйствования Тип Экономических Отношений Благодаря Этому Данное Общество Этнос Или Древности Блеменные Союзи Могли Выжить В тех Их Смысл Является Неким Посредником Между Человеком И Природой То есть Если Окружающий Мир Живые Существа Они Непосредственно Контактируют С окружающей Природой То есть Их Жизнь Напрямую Связана С изменениями Окружающей Светы С природой А человек В результате Длительной Течении Миллионов Лет В результате Естественной Мутации У человека Было Отобрано Процесс Адаптации К окружающей Среде Но Однако Если бы Человечество Не смогло Создать Культурные Смыслы Оно Могло Бы Исчезнуть И кануть Лету Забвение То есть Как вид Он мог Бы Исчезнуть Земли Но Благодаря Тому Что Были Созданы Доминирующие Смыслы И эти Культурные Смыслы Стали Посредниками Между Человеком И Природой Благодаря Этому Поэтому Отношение Человека К миру Определяется Только Смыслом Смысл Это Содержание Человеческого Бытия Это Внутреннее И Внешнее Отношение Смысл Это Посредник Между Человеком И окружающим Миром Смысл Не всегда Сознается Человек И Есть Такое Понятие Если мы Будем говорить Исходя Из Теории Зигмунда Фрейда То Есть Сознательное Я И есть Бессознательное Оно Вот это Бессознательное Оно В нем Покоятся Некоторые Смыслы Которые Человек Не всегда Сознает Если бы Человек Осознавал Все это Все Поднакотную И понимал Бо это То Наверное И познание Было бы Ограничено Благодаря Тому Что Природа Наделила Нас Априори Вот этими Смыслами Которые Покоятся В нашем Генетическом Коде Человек Конечно Постепенно В течение Определенного Времени Обучаясь В учебных Заведениях Вначале Наверное Это в детском Саду Потом В средней Школе И в высшем Учебных Заведениях Получает Приобретает Те доминирующие Смыслы Той или иной Дисциплины То есть Культурология Это наука Которая Вбирает С себя Многие Дисциплины Все специальности Которые Существуют На земле То есть Культурология Это наука Которая Вбирает В себя Не все Смыслы В таком Плоскости Синтагматики А наверное В плоскости Парадигматики Существует Такой Науки Категория Синтагматические И парадигматические Отношения Парадигма Это образец Это слепок Это когда После дождя На венчике Лилии Застыла капля И в этой капле Отражается Весь окружающий мир Вот это отражение Оно неверное Но в то же время В какой-то степени Объективное Это и парадигма То есть Культурология Изучает Доминирующие Смыслы А синтагматические Смыслы Мы оставляем За теми Или иными Дисциплинами Которые Формируют И готовят Тех или иных Специалистов В области Скажем Политологии В области Религиоведения В области Истории В области Экономики В области Финансов И так далее То есть Культурология Без знания Основных Категорий Понятия Этой дисциплины Нельзя стать Хорошим Специалистом Потому что Сознание Его Мировоззрение Будет Узким И мы Концент И концов Подготовим Технократов Которые будут Относиться К окружающей Среде Потребительски Что приведет К конечном счете Когда природа Может отлучить Человека От себя То есть Процесс Вырождения Человечества Поэтому Культурология Это Наверное Одна из Основных Наук Которая Преподавалась И преподается В европейских И передовых Восточных Государствах И в их учебных Заведениях А начиная С 91-го года Ушедшего Столетия Стало преподаваться И на одной Шестой части Суши Я хочу Остановиться На том Что смысл Действительно Не всегда Осознается Человеком И не всякий Смысл Может быть Выражен Рационально Некоторые Смыслы Покоятся Бессознательно Глубина Человеческой Души И Как только Смыслы Становятся Общезначимыми Так они И выступают В роли Объединителя Львей То есть Не все Смыслы А те Смыслы Которые Служат Для консолидации Когда Не центробежные Тенденции А центростремительные Тенденции Здесь Говорим мы О том Что наверное Любое Государство Ну скажем Соединенные Штаты Америки Есть национальная идея Она Четко Кратко Выражается Американская Мечта То есть Любой Человек Независимо От его Происхождения От цвета Кожи От разреза Глаз Может В этом Обществе Проявить Себя И в той Иной Области Поэтому Даже Казахстанской Так называемой Мечты Она Несколько Длинновата Несколько Есть таких Пунктов То есть Они должны Запоминаться Может быть Действительно Надо создавать Такую Казахстанскую Мечту Исходя Из нашей Ментальности И только тогда Эти смыслы Будут Общезначенными И они будут Консолидировать Людей И каждый Гражданин Общества Будет Ощущать Себя Казахстанцем Я говорил Об Общезначимых Смыслах Такие Общезначимые Смыслы Доминирующие Смы Образуют Основание Культуры Культура Таким образом Если сделать Вывод По этому Вопросу Это Универсальный Способ Творческой Самореализации Человека Через Полагание Смысла Стремление Скрыть И утвердить Смысл Человеческой Жизни Культура Смысловой Мир Который Вдохновляет Человека И сплачивает Людей В сообщество Вначале Появляется Род Племя Потом Племенные Союзы Объединяются Происходит Так называемый Если по Гумилеву Сходить Пассионарный Взрыв Происходит Выход на Историческую Арену Формируются Первые зачатки Этноса По терминологии Этнос Это греческое Слово Буквально Первое Возначение Обозначает Не грек То есть Не эллин То есть Люди Которые Так называемые Называли Варварами Это русская Транскрипция Греческое Слово Барбарос Барбарос Буквально Переводится Барматами То есть Когда греки Затем Позже Римляне Говорили Что те Люди И народы Которые Не говорят На греческом На древнегреческом Которые Не говорят На латыни Это люди Варвары И изучать Их язык Изучать Их нравы И обычаи Ниже И достоинства То есть Они наоборот Должны Изучить Наш язык Нашу культуру И тогда Могут стать Более цивилизованными Людями Термин Этнос Был впервые Введен Научный оборот В начале 20 века Русским Ученым Широкогоровым Позже Термин Этнос Такой науки Как этнология Была развита Многими Советскими Тогда исследователями Учеными И наиболее приемлемой На наш взгляд Точка зрения Льва Николаевича Гумилева Который говорил В книге Этногенез И биосферы Земли Он показал Что появление Нового этноса Невозможно На основе Только одного старого Появление Новой популяции Более сильного Более устойчивого В том или ином Ландшафте Возможно Когда происходит Я использую Этнологический термин Скрещивание Двух старых этносов Появляется Новая популяция Но эта новая популяция Не появляется На пустом месте Не появляется В течение одного дня Это длительный Эволюционный Путь развития Когда В течение Трех-четырех поколений Появляется Новая популяция И эта новая популяция Воспринимает Как язык Довольного Побежденного Этноса И так Культура Побежденного Народа Оказывается Доминирующей И они начинают Развивать и продолжать Эту культуру Они начинают Развивать Тот язык Стал для них Общим Вначале возникают Койны Общий язык А потом формируются И зачатки Национального языка Не надо далеко Забегать Мы просто знаем Из истории культуры Когда Дуарийская долина Инда Была создана Одна из древнейших Цивилизаций На брегах Инда Эта культура По многим параметрам Она опережала Своих соседей Это наверное Такие материальные Достижения Этой культуры Как например Выращивание хлопка Вот И Другая культура Соседняя Как Месопотамии Это Шумеро-аккадская культура Когда шумеро торговали И по морю И по суше С этой цивилизации Они конечно Обменивались Теменными товарами Об этом Говорят Археологические Разыскания И Когда Вторг из иранского Плата Дикие Арийские племена Я имею ввиду Кочевники То они конечно Завоевали Эту долину Инда Мужчины И часть населения Бежала К берегам Ганга Но Те которые Остались Они были Ассимилированы С пришельцами И они Усвоили язык Сначала Прокритий Это разговорный язык А потом Сумели Кодифицировать Нормировать Язык Санскрина И на санскрите Написаны Веды Самые древнейшие Тексты На восточной Части Евразии И Видим Что эта культура Не исчезла Культура Предшественник А стали ее Дальше развивать Но народ Стал другим То есть Появилась Новая популяция Новый этнос Который был Уже Не похож На старый Этнос Поэтому Возникает Сначала Этнос Потом возникает Нация Или даже Может быть Какая-то Религиозная Или профессиональные Группы Возникают Понимаете Религиозные Сакральные Системы Мы знаем Несколько Мировых Это Христианство Ислам Буддизм Это открытые Религиозные Системы Открытые Религиозные 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 Вечные Религиозные 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 А в это время существуют еще другие законы, естественные законы природные, которые находятся в каждой популяции. То есть так называемая энергия внутренней, когда Гумилев обозначает пассионарная энергия. Пассионарную энергию трудно измерить, почти невозможно. Но сегодня передовая технология далеко шагнула и сегодня могут, оказывается, измерять внутренний психический мир человека. И это два его жестких компонента механизма. Это механизм жертвенности и института самосохранения. И если института самосохранения уступает жертвенности, то человек этот решительный, более динамичный, более сильный, который может увлечь за собой менее динамичных людей. Вот тогда данный этнос собирается более мощное, сильное государственное образование и они выходят на историческую арену. Но в древности выход на историческую арену завоевания других земель. И не порабощение, а подчинение их. И вбирают в свою внутреннюю государственную структуру и они не ощущают себя чужеземцами, чужостранцами, а принимают их как своих людей. Но это, конечно, явление, все зависит от времени и от условий, как это происходит. Я хотел бы сказать, что смысловая аура данного этнос, этническое поле, так называемая ментальность, которую трудно измерить, она, наверное, передается из поколения в поколение генетическим путем. Мне кажется, потому что об этом Владимир Иванович Вернадский говорил, что есть существует ноосфера, то есть сфера разума, которая находится за пределами человека, и человек находится в системе внутри этой ноосферы. И тогда при помощи генетическим путем передаются эти основные смыслы, и он вбирает в себя человека. И, кроме того, можно, конечно, путем обучения, так называемым дистанционным путем, через обучение передательные знания, вот чем занимаются, скажем, в учебных заведениях, в университетах. То есть мы дистанционно от лектора передаются знания слушателям, слушателям могут их перерабатывать, подвергают рефлексии. Рефлексия – это процесс переживания знаний, потому что без переживания эти смыслы могут остаться неусвоенными, и можно их забыть напрочь. А для того, чтобы не забывали, для этого существуют различные методы. Есть континентальная европейская, есть англо-саксонская методика, есть дальневосточная, но есть еще другая методика, которая была сформирована в Тибете. Я просто приведу маленький пример для моих студентов, когда дзен-буддистская, вроде бы секта, но в то же время есть одна методика, очень интересная. Методика такая, если человека не поразить, его воображение, то знания останутся пустым звуком. А если он эти знания будет сопереживать, он будет потрясен этими знаниями, тогда эти знания останутся с ним навечно. Такой пример приводится. Мы все знаем, как звучит хлопок обеих ладоней. Вопрос задают. Как же звучит хлопок одной ладоней? И ответа нет. Там гуру не дает ответа. И обучающийся в течение нескольких дней пытается найти ответ на этот вопрос. И он думает, что может быть это журчание ручья, может быть это шерсть лись, может быть когда расцветают цветок сливы, либо это перепорхнула бабочка через цветок, или что-нибудь еще. И потом, когда он не находит ответа, он опечаленный приходит в свою тесную келью, запирается, и вдруг слышит звучание тишины. И утром рано он приходит и говорит своему учителю. Учитель, я нашел правильный ответ. Это звучание тишины. А учитель говорит, вы находитесь в правильном пути. Ищите дальше. Использование такой методики позволяет легче усвоить очень тяжелые вопросы любой науки. И тогда эти смыслы, общезначенные, они будут усвоены подрастающим поколениям. Эта смысловая аура и определяет способ бытия, и мироощущение людей. В основе смыслового мира лежит смысловая доминанта культуры. Смысловая доминанта – это главный смысл. То общее отношение человека к миру, которое придает целостность всему, что делают и что переживают люди, это и есть доминирующий смысл. То есть человечество эти смыслы не создавали в суе, они не создавали на ходу. Они ее пережили в течение длительной эволюции, в течение миллионов лет. И они, конечно, оставлены, может быть, на генетическом уровне, может быть, Ноохим Хомский, выдающийся американский ученый, культуролог прав, что, например, усвоить эти доминирующие смыслы нельзя дистанционно. Они передаются генетически. Но я думаю, что, конечно, современная психологическая наука говорит о том, что есть определенный процент, где-то процентов 20-25, которые генетически передаются. Но если это не развивать, особенно у молодых людей, то позже, как говорится, поезд уходит, и человек не сможет запрыгнуть последний вагон. Ему придется предлагать огромнейшие усилия для того, чтобы усвоить эти вещи. То есть студент, который сидит на первом курсе, на втором, на третьем, как раз это то время, когда он сможет усвоить дисциплину. И для этого, конечно, все зависит от самих себя. Нельзя дойти до мельчайших деталей, изучить ту или иную культуру. И мы не ставим перед собой такую задачу. Потому что, если бы мы готовили по-туристски специальности, там надо. Потому что знать все обычаи, традиции, все эти, так называемые, ритуалы. А если это не его специальность, если он, например, по другой специальности, которая для него является важным, то он должен изучить только доминирующие смыслы. И любой человек, который называет себя интеллигентом, а мы готовим людей, которые должны войти в творческое меньшинство. Потому что, если говорить по Армольду Тойнбет, он говорил, что два условия для эволюции и развития того или иного общества. Это среда, которая должна быть не очень благоприятной для человека, и в то же время она не должна быть враждебной. И второе, это наличие творческого меньшинства. Но если уничтожить творческое меньшинство, то есть не дать ему те или иные знания, которые нужны ему, то как же он будет отвечать на вызовы среды? Как же он будет давать ответы на эти вызовы? А сегодня мы с вами знаем, когда наше общество и весь мир потряс этот финансовый кризис, и до сих пор еще не найдены ответы на эти вызовы. И этот процесс продолжается. И может быть он перейдет в стихили на самотек, мне кажется. Поэтому многие экономисты известные и наши вопросы, которые пытаются дать ответы на эти вызовы. Поэтому мы должны научиться анализировать доминирующие смыслы той или иной культуры. Потому что та или иная культура отличается друг от друга тем, что имеет свои определенные нюансы, понимаете? Свой определенный запах, запах этой культуры. Это и в поведении человека, это и в ритуалах, это и предметы повседневного быта. Они чем-то отличаются. Но есть доминирующие смыслы этой культуры, которые как бы универсальны для всех культур. И эти универсальные вещи, они являются тем мостиком, тем кирпичиком, где можно найти язык взаимопонимания этих культур. И если мы их найдем, то жизнь наша будет совершенно другой, и сотрудничество будет поставлено во главу угла. Итак, наличие смысловой доминанты культуры является предтечей культурологии как науки. То есть без наличия смысловой доминанты мы не можем говорить об этой науке. Поэтому я хочу теперь перейти к тому, что я говорил, что культура как сложная многоуровневая система, она вбирает и отражает противоречия к силам. То есть не все противоречия, а те противоречия, которые являются в результате диалектического закона, закона единственной борьбы противоположности, она отражает, выбирает мир, доминирующий. В чем же они проявляются? Они проявляются в трех аспектах. Первый. Противоречия между социализацией и индивидуализацией личности. С одной стороны, человек неизбежно социализируется, усваивая нормы общества, а с другой, он всегда стремится сохранить индивидуальность своей личности. Понимаете? То есть вот это естественное явление. Социализация это нормы, скажем, если это род, племя, нормы обычного права. Если это уже общество цивилизованное, то есть нормы и законы государства. Но есть еще обычное право, которое под спудом находится вместе с нами. И это заставляет нас подчиниться вот этим законам, да? Когда есть народные праздники наши, сакральные, священные, да? Скажем, наурус или другие, вот, связанные с нашим, с исламом, курбанай, и так далее. Мы же придерживаемся. Хотим мы этого, не хотим. Потому что мы не хотим быть изгоем. Это и социализация. Но с другой стороны, есть то начало, где человек пытается сохранить свою личность, проявить себя ярко и полно в какой-нибудь области знаний. И это, вот это противоречие, есть вот один из первых аспектов. Вторым аспектом, это противоречие между нормативностью культуры, то есть свободой, которую она предоставляет человеку. То есть норма и свобода, это два полюса, два большихся начала. Есть норма. Но были такие случаи, скажем, в течение конца 19-го и начале 20-го века, в течение даже первой половины 20-го века, когда появился модернизм. Модернизм, это что? Это был протест против той старой нормы, против того, что было, против той культуры, против того искусства. И в области архитектуры, в области искусства, в области живописи, в области литературы, поэзии. А они отрицали те нормы и пытались создать такую, освободиться от этой жестких норм и прийти к такому явлению, как создать новую форму. Ну, например, мы любуемся прекрасной, скажем, китайской вазой. И вдруг взяли его, разбили. И каждый кусочек стали изучать отдельно, вне связи с другими. А потом, когда мы устали, как дети, и решили склеить эти обломки, ну, целой вазой не получили. То есть, вот эта нормативность, она есть специфические оковы. А свобода, она иногда может захлестывать через край и привести к такому положению, с обратным знаком, с минусовым знаком, что может в течение определенного времени человечество может вернуться опять к тому, что было. Это проявляется в нашей повседневной жизни, это проявляется в результате конфликта, скажем, двух поколений, даже в одной семье, когда молодое поколение считает, что те нормы, они устарели, нужны совершенно другие нормы и требуются определенной свободы в этом отношении. Но человек, придерживающий постоянных вот этих норм, он ничего гениального создать не может. Он создает копии обычно. Потому что парадоксальное мышление позволяет выйти за пределы нормы. Это парадоксальное решение не признается обществом вначале. Но потом, когда на практике появляются удивительные вещи, без которых нельзя нам жить и облегчает наше существование, тогда говорят, слушайте, это оказывается удивительное явление. То есть парадоксальное мышление, оно обязательно является тем механизмом в эволюции культурного поля. Поэтому я бы культурное ядро не шел бы путем нанизывания колец вокруг него. Там есть ближняя периферия, есть дальняя. Я бы показал в результате как эллипсис, как круг, который с одной точки удаляется от центра, это будет апогея. А есть ближе к центру, это будет перигея. И когда близко подходит к центру, здесь происходит обмен информацией, здесь происходят какие-то изменения уже в конечном сути, не в технологии, а уже в производстве. А апогея это то, что развивается фундаментальными науками, которые должны опережать саму технологию и само производство. Теперь, третий аспект, это противоречие между традиционностью культуры и тем обновлением, которое происходит в ее организме. Любая культура, она традиционна. И традиции нельзя полностью разрушить. Я бы, конечно, использовал сегодня основной такой механизм европейской культуры антропологии. Она была выработана в начале 20-го столетия выдающимся американским ученым Францем Боусом, а затем его ученики, в первую очередь Маргарет Митт, а в Британии это Джордж Гершкович и Лесли, и другие, которые выработали главный механизм и процесс. Он называется оккультурацией. Оккультурация это процесс прямого и длительного контакта одной этнической группы с другой, который, то есть процесс, изменяет парадигмы культуры обеих контактирующих. Иногда у нас было принято, что одна группа, скажем, людей оказывает давление на другую и которая подвергается давлению, как бы усваивает те элементы воздействующих группы людей. Нет. Оккультурация это процесс взаимного изменения. Поэтому оккультурация это, когда традиция культуры несколько изменяется, подвергается некоторым изменениям, так называемым флуктуациям, отклонениям. Вот эти отклонения, в конечном счете, традиционность основных, ценностных ориентаций не изменяет. Оккультурация не может изменить за один день вероисповедания, он не может изменить основные правила поведения, которые были присущи этому эмоции. Но некоторые изменения происходят, поэтому даже современные технические новшества научно-технической революции, особенно в современных информационных технологиях, не изменяет основных доминирующих культурных смыслов. Тольная культура, они остаются неизменными. Но некоторые подвижки, некоторые изменения происходят, и эти изменения удивительным образом уживаются в топливном мире. Исламский мир с тех стран, которые получили независимость, и этот исламский мир, он разный. Но доминирующие смыслы разные, а конфессия одна. Но в области синтагматики мы видим несовпадения. В парадигме да, а в области синтагматики мы не видим этих совпадений. Поэтому вот эти и другие противоречия составляют не только сущностную характеристику культуры, но и являются источником ее развития. Поэтому культуре присущи собственные законы функционирования. Именно эти законы помогают объяснять изменения, происходящие в культуре. Так как часто это невозможно объяснить одними социальными причинами. Поэтому культура это многоуровневая система. Принято, конечно, подразделять культуру по ее носителю. В зависимости от этого они говорят, есть культура мировая, есть культура национальная. И исходя из этого мы можем говорить, что возникает типология культуры, то есть классификация культуры теми или иными известными учеными. Поэтому я бы хотел бы сейчас остановиться на этом вопросе очень коротко и сказать, что типологизация культуры сводится к дилемме. Если взять все культурологические теории и разделить их, то можно разделить на два класса, на две большие группы. Типологизация культуры сводится к дилемме. Единая мировая культура или мы имеем дело с историей вокальной культуры. Представители второй группы утверждают, что не существует единой истории человечества, история осуществляется в смене культур, каждая из которых живет своей собственной, самодостаточной, обособленной жизнью. То есть линии развития культуры расходятся. И это концепции следующие, я назову персоналии, я назову имена. Это Николай Яковлевич Данилевский, это Освард Шпенглер, это Арнольд Тойнби и другие. Между прочим, эта группа не так многочисленна. В первой группе исходит из следующего тезиса, исходит из идеи универсальности и всемирности истории. Они говорят, в многообразии социокультурного мира можно проследить единую линию развития человечества, ведущую к созданию общечеловеческой культуры. Сюда относятся концепции, теории Вольтера, Монтестьея, Лессинга, Канта, Гердера, Владимира Соловьева, Ясперса и других. А теперь мы с вами рассмотрели два подхода к типологии, к области культурологии. Первый подход – это узкий подход, когда многие концепции, представители этой концепции, считают, что культуры не взаимодействуют друг с другом, они изолированы, и каждая культура варится собственным соком. А другая группа, представляющая большинство, наоборот, считает, что культуры всегда взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие не можем наблюдать в течение жизни одного поколения, а проходит несколько поколений, обычно, как говорит Василий Осипович Ключевский, три поколения, и мы ощущаем, что происходят какие-то изменения. И эти изменения показывают, что культуры, что-то берут у другой культуры, обогащаются, и эти обогащения играют важную роль в основании даже ментальности данного этноса, данного народа. Поэтому сейчас я приведу пространную иллюстрацию американских исследователей, которые показали глубинные взаимодействия Запада, Евразии и Востока. Сейчас мы это просмотрим, и каждый из нас может сделать соответствующие для себя выводы по этой проблеме. Это Солнце. Еще за 10 тысяч лет до нашей эры в истории находится масса примеров, написанных и высеченных в камне свидетельств поклонения человека Солнцу. Вполне понятно, почему. Каждое утро, когда встает Солнце, оно приносит свет, тепло и защищает человека от холода и полной опасных хищников тьмы. Все цивилизации понимали, что без него не вырастет урожай, а жизнь на Земле исчезнет. Это понимание делало Солнце самым почитаемым объектом во все времена. Также, люди знали о звездах. Следя за их перемещением по небосводу, они могли предсказывать долгосрочные события, такие как затмение и полнолуние. Для удобства древние сгруппировали звезды в то, что нам известно сегодня как созвездие. Это крест Зодиака, один из древнейших символов в истории человечества. Он показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. Также он отражает 12 месяцев, 4 времени года, несонсостояние и равноденствие. Слово Зодиак, по-гречески круг животных, возникло от того, что созвездия связывали с образом зверей и людей. Другими словами, древние цивилизации не только следили за Солнцем и звездами, но и персоницировали их в мифах, объясняющих их движения. Солнце, как дающее и сохраняющее жизнь начало, олицетворяло собой посланника незримого Творца, Божий Свет, Сияние Мира, Спасителя Человечества. Таким же образом, 12 созвездий означали временные периоды, которые Солнце проходит за год. И связывались с элементами природы, типичными для этого времени. Например, водолей означал весенние дожди. Это Горн. Бог Солнца в Древнем Египте примерно за 3000 лет до нашей эры. Он — Солнце в образе человека, а его жизнь — иносказательные мифы, объясняющие движение Солнца по небосклону. Из древних египетских иероглифов мы много узнаем об этом Мессии. Например, у Гора, то есть Солнца и Света, имелся враг по имени Сет, олицетворявший собой ночь и тьму. Образно говоря, каждое утро Гор одерживал победу над Сетом, а по вечерам Сет побеждал Гора и отправлял его в подземное царство. Борьба Света и Тьмы или Добра со Злом самая распространенная в мифах борьба противоположностей, проявляющейся по-разному с древних времен поныне. Вкратце, история Гора такова. Он родился 25 декабря от Девы Изиды Марии. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой три царя нашли место рождения Спасителя. В возрасте 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял духовное посвящение от человека по имени Ану. У Гора было 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершая чудеса, например, исцелял больных и ходил по воде. Гор был известен под многими иносказательными именами, как Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь Божий, Агнец Господен и многими другими. После предательства Тифоном Гор был распят на кресте, похоронен на 3 дня, а затем воскрес. Был ли Гор первым или нет, но эти же черты встречаются во многих культурах мира, у многих других богов, и их можно отнести к единому мифу. Фригийский Аттис, рожден девой Наной 25 декабря, распят и, пробов в могиле 3 дня, воскрес. Кришна в Индии, рожден девой по имени Диваки, его приход обозначил звезда на востоке, он творил чудеса со своими учениками, а после смерти воскрес. Греческий Дионис, рожден девой 25 декабря, путешествовал и учил людей, творя такие чудеса, как превращение воды в вино. Его называли царем царей, единородным сыном Божьим, Альфой и Омегой и другими эпитетами, а после смерти он воскрес. Персидский бог Митра, рожден девой 25 декабря, у него было 12 учеников, он творил чудеса, а после смерти он был захоронен на три дня и потом воскрес. Его называли истиной, светом и другими именами. Любопытно, что днем поклонения Митре было воскресенье. В действительности, многие спасители, существовавшие в разные времена по всему миру, попадают под это правило. остается вопрос, откуда взялись эти схожие черты? Почему Дева родила 25 декабря? Почему он был мертв в три дня, а затем воскрес? Почему 12 учеников и последователей? Чтобы понять это, давайте обратимся к последнему солнечному мессии. Иисус Христос рожден Девой Марией 25 декабря в Вифлееме. Его рождение ознаменовалось звездой на востоке, по которой его место рождения нашли три царя-волхва. Он учил детей в возрасте 12 лет, когда ему было 30, был крещен Иоанном Крестителем и начал свое служение. У Иисуса было 12 учеников, с которыми он путешествовал, творя чудеса, исцелял больных, ходил по воде, воскрешал мертвых. Он был известен как царь царей, Сын Божий, Свет земной, Альфа и Омега, Агнец Господин и так далее. После предательства своим учеником Иудой, который продал его за 30 серебряников, он был распят, похоронен на три дня, а затем воскрес и вознесся на небо. Во-первых, история рождения имеет астрологический смысл. Звезда на Востоке — это Сириус, самая яркая звезда в ночном небе, которая 24 декабря образует линию с тремя самыми яркими звездами в поясе Ориона. Эти три звезды сегодня, как и в древности, называются «тремя царями». Эти три царя и самая яркая звезда Сириус указывают на то место, где восходит солнце 25 декабря. Вот почему три царя следуют за звездой на Востоке, чтобы найти место восхода, то есть рождение солнца. Дева Мария — это созвездие Девы. Латинское имя созвездия Вирго также означает Дева. Древний символ созвездия Дева измененная буква М. Мария, наряду с другими Девами, ставшими матерью, мать Адониса Мира, мать Будды Майя, также начинается на М. Дева также имеет отношение к так называемому Дому Хлеба. Это созвездие изображает Дева с колосьями в руке. Дом Хлеба и его символ колос обозначают август и сентябрь, время жатвы. В свою очередь, Вифлеем также переводится буквально, как Дом Хлеба. Вифлеем тоже указывает на созвездие Девы, то есть это место на небосклоне, а не на Земле. Есть еще один интересный феномен, происходящий накануне 25 декабря во время зимнего солнцестояния. Начиная со времени летнего солнцестояния до зимнего дни становится короче. В северном полушарии Солнце движется как бы на юг. Оно становится меньше и дает меньше света. Для древних сокращение дня и прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть. Это была смерть Солнца. Она наступала 22 декабря, после того, как Солнце, уходя на юг в течение шести месяцев, оказывалось в своей наинизшей точке на небосклоне. В это время случается любопытное явление. Солнце прекращает свое зримое движение на юг на три дня. Во время этой трехдневной паузы Солнце останавливается в районе созвездия Южного Креста. А после этого 25 декабря Солнце поднимается на один градус севернее, предизнаменуя удлинение дня, тепло и весну. Метафорически говорится, что Солнце умирает на Кресте на три дня, затем воскресает и рождается заново. Вот поэтому Иисус и другие солнечные божества оказываются распятыми, умирают на три дня, а затем воскресают. А переходный период, когда Солнце в северном полушарии меняет свое направление, обозначает скорый приход весны, то есть спасение. Однако, воскрешение Солнца не праздновали до наступления весеннего равноденствия, то есть Пасхи. Так происходит, потому что в день весеннего равноденствия Солнце берет вверх над силой тьмы, то есть день становится длиннее ночи, что совпадает с приходом весны и возрождением природы. Теперь о самом явном астрологическом символе 12 учениках Иисуса. Они есть не что иное, как 12 созвездий Зодиака и сопровождают путешествие Иисуса Солнца. В действительности число 12 повторяется повсюду в Библии. Эта книга связана с астрологией как никакая другая. Если вернуться к Зодиаку как символу солнечного цикла, то это было не просто иносказательное пособие, описывающее движение Солнца. Он представлял собой языческий символ, который в упрощенной форме выглядит вот так. Это не символ христианства. Это языческое представление Зодиака. Именно поэтому Иисус на ранних иконах всегда изображается с головой в центре креста, поскольку Иисус это Солнце, Сын Божий, Свет земной, Вознесенный Спаситель, Который придет снова, как и каждое утро. Он сияние Господне, которое защищает от тьмы. Он рождается заново каждое утро. Его можно увидеть исходящим из облаков, в небесах, короной из шипов, то есть с лучами. Далее, одна из важнейших астрологических и астрономических метафор в Библии имеет отношение к эрам или векам. В тексте Библии много упоминаний о веках. Чтобы понять это, мы должны ознакомиться с тем, что такое прецессия или предварение равноденствий. Древние египтяне, как и более ранние культуры, знали, что приблизительно каждые 2150 лет Солнце вставало утром в день весеннего равноденствия в новом созвездии Зодиака. Это возникает из-за медленного раскачивания оси вращения земного шара. В этом цикле созвездия идут в обратную сторону по сравнению с нормальным годичным циклом. На то, чтобы прецессии прошли через все 12 знаков, уходит примерно 25765 лет. Это так называемый Платонов год. Древние хорошо знали об этом. Они называли каждый период в 2150 лет эрой. 4300 года до 2150 года до нашей эры была эра Тельца. С 2150 года до нашей эры до 1 года нашей эры была эра Овна, а с 1 по 2150 год нашей эры находится сегодняшняя эра Рыб. Приблизительно с 2150-го мы войдем в новую эру, эру Водолея. Таким образом, Библия как бы символически описывает движение через три эры в четвертую. В Старом Завете Моисей явился на Синайскую гору с десятью заповедями. Его огорчило то, что люди поклонялись золотому тельцу. Он разбил каменные плиты и сказал людям его народа убивать друг друга, чтобы очиститься. Многие исследователи Библии объясняют его гнев тем, что израильтяне поклонялись идолу или что-то в этом роде. В действительности, золотой телец это созвездие. Моисей представлял собой новую эру Овна. Поэтому иудеи используют в ритуалах бараньи-рога. Моисей представляет собой новую эру Овна, а по наступлении новой эры каждый должен отбросить старую. Об этом переходе свидетельствуют и другие божества, например, Митра, дохристианский бог, который убивает тельца в похожем мифе. Таким образом, Иисус возвещает приход эры, которая сменяет эру Овна, то есть нынешней эры рыб. Символ рыбы в изобилии встречается в Новом Завете. Иисус накормил 5000 человек хлебом и двумя рыбами. Когда Он начал Своё служение, вступив в Галилею, Он встретил двух рыбаков, которые последовали за Ним. Я думаю, вы встречали символы рыбы Иисуса даже на автомобилях, но мы мало знаем, что он в действительности означает. Это символ, который обозначает Царство Солнца в эру рыб. Также рождение Христа является отчётом времени нашей эры. В Евангелии от Луки 22.10 ученики спросили Иисуса, где они встретят Его после Его ухода. Он сказал им, «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдёт он. Этот фрагмент один из самых интересных астрологических свидетельств. Человек с кувшином воды — это водолей, которого часто изображали как человека, льющего воду из кувшина. Он представляет эпоху, следующую за эрой рыб, когда Солнце, Сын Божий, покидает эру рыб Иисус. Он идёт в дом водолея, поскольку водолей следует за рыбами в цикле прецессии. Также Иисус говорит, что за эрой рыб следует эра водолея. Далее, мы все слышали когда-то о конце света. Кроме иносказательных описаний в книге Откровений, важный источник этой концепции Евангелие от Матвея 28-20, где Иисус говорит, «Я с вами во все дни до окончания мира». Однако в английской версии Библии слово «мир» — неверный период, как и во многих других местах. В действительности использовалось латинское слово «эон», то есть «век», «эра». «Я с вами во все дни до скончания века». И это правда, олицетворение Иисусом Солнца Эры Рыб закончится с приходом Эры Водолея. Концепция конца света есть не что иное, как неверно понятая астрологическая аллегория. Попробуйте рассказать об этом примерно 100 миллионам американцев, которые верят в предстоящий конец света. Далее, сама фигура Иисуса в жизнеописании в астрологическом подтексте есть прямое заимствование от египетского солнечного бога Гора. Например, на стенах египетского храма в Луксоре, которому больше трех с половиной тысяч лет, есть символы, изображающие непорочное зачатие, рождение и поклонение Гору. Вначале оттепель известила Езиду о том, что она родит Гора. Затем священный дух Нев оплодотворил Деву, отсюда поклонение непорочному зачатию. Эта история в точности повторяется в чудесном зачатии Иисуса. Сходство между историей Иисуса и религией древних египтян потрясающе. Заимствования на этом не кончаются. История Ноя и его ковчега тоже из египетской традиции. История Великого потопа встречается повсюду в Древнем мире, насчитывая более двухсот упоминаний из разных периодов. Не нужно ходить далеко. Взглянем на миф о Гилгамеше, описанном за 2600 лет до нашей эры. Эта история повествует о Великом потопе, который наслал на мир Бог, ковчеги со спасенными животными на нем, и даже об отпущенном и вернувшемся голубе. Все эти сюжеты мы встречаем позже в Библии, наряду с другими совпадениями. Или вот заимствованная история Моисея. Когда Моисей родился, считается, что его положили в корзину и спустили на воду в реку, чтобы спасти от убийства. Позднее Моисея спасла царская дочь и взрастила его как принца. Эта история с младенцем в корзине один в один повторяет историю Саргона Акадского, жившего примерно 2250 лет до нашей эры. Когда младенец Саргон родился, чтобы спасти его жизнь, его положили в корзину и отправили по реке. Его спасла и вырастила Аки, средняя жена царя. Более того, Моисей известен как давший закон, то есть 10 заповедей, закон Моисея. Однако, сюжет божественной передачи закона пророку на горе тоже встречался раньше. Моисей лишь один из пророков, давших закон в мифологии. В Индии Ману дал людям божественный закон. На острове Крит царь Минос взошел на гору Дикта, где Зевс открыл ему священный закон. А в Египте был Миссис, у которого были каменные таблички, на которых был записан Божий закон. Ману, Минос, Миссис, Моисей. Что касается 10 заповедей, они напрямую заимствованы из 125 главы египетской книги мертвых. То, что в книге мертвых было «Я не украл», стало «Не укради». «Я не убил», стало «Не убий». «Я не лгал», стало «Не лжесвидетельствуй» и так далее. На самом деле, древнеегипетская религия является собой основу иудохристианской теологии. Крещение, жизнь после смерти, страшный суд, непорочное зачатие, воскресение, распятие, ковчег завета, обрезание, спасители, святое причастие, великий потоп, Пасха, Рождество, Песах. И, конечно, на следующих лекциях мы об этом будем говорить с вами, но сегодня хотелось бы остановиться на следующем третьем вопросе. Это основные функции культуры. Кратко охарактеризовать. Главной функцией феномена культуры является человекотворческая, то есть гуманистическая. Не гуманитарная, гуманистическая. Все остальные так или иначе связаны с ней и даже вытекают из нее. То есть гуманистическая функция, она возникла еще в античное время. Наверное, она возникла в недрах культуры Древней Греции. А может быть, оно возникло в Критоминуйскую эпоху, а потом перешло в континентальные части Балкан, в Микенах и дальше стало распространяться по Средиземноморью. И вот эта идея гуманистическая, затем она была забыта, когда началась эпоха Средневековья. Потому что центром всей культуры, центром всей нашей жизни не стал человек, а стал Бог. И человек воспринимался как тварь, которая греховна, и которая, понимаете, несовершенна. И совершенна только Господь. И нужно было центральным текстом, единственным, неповторимым являлось Священное Писание. Это Ветховый, Нового Завета. И первым мыслителем это был Блаженный Апустин, который был непререкаемым авторитетом. И любой человек, который своими словами, если мог передать слова Священного Писания, он мог подвернуться инфизиции. То есть он мог выбрать выход только перед ними два пути. либо сгореть на костре, это было очень жестоко и больно, либо очень быстрая смерть от течения голов. И когда человек по доносу подвергался пыткам, то ему говорили, ты должен подписать вот те или иные бумаги, что в вас вселился бес, дьявол, что вы признаете это. Если вы не признаете, тогда все равно вы сгорите на костре. А если признаете, подпишете, там просто отсекут голову либо топором, либо мечом. Затем в конце средневековья, хотя в разных странах средневековья были разные моменты, разные, не похожи друг на друг, но в конечном итоге к средневековью нельзя относиться как к мрачному периоду в истории человечества, потому что если не было в средневековье, то не было современной науки, потому что она из-под воль, она начала развиваться, особенно в средневековье, например, в исламской цивилизации, науки развивались бурно, и первыми были, конечно, спасителями античного наследия, были арабы, арабские ученые, и в том числе и Аль-Фарабий, который знал древнегречески, и Платона, и Аристотеля, и многих других исцелителей древней Греции, и спас их, сумел перевести на арабский, конечно, он не был переводчиком, но пользовался переводами других людей, и, наверное, знал первоисточник, и сумел донести их до многих людей, идеи, идеи, гуманистические идеи, я имею в виду, и благодаря, и сегодня многие европейские ученые говорят, не Италия является началом Ренессанса и началом эпохи Возрождения, а является Исламский Халифат, это когда они вторглись и завоевали Пиреней, территорию Испании, и завоевали Сицилию, они создали великолепнейшую культуру, великолепнейшие города, дворцы, и науки, астрономия, математика бурно развивалась, поэтому началом Ренессанса надо признать именно, например, альгабра, и от этого слова появляется и целое направление естественных наук, как алгебра, то есть смотрите, влияние арабов, когда они в 10 веке посольство бывало, приезжало к европейским монархам, то они были на голову выше культурного душа, они даже удивлялись повадкам, традициям, и как они живут, европейские монархии, то есть вот этот процесс гуманистический связан с исламской цивилизацией, но затем эти идеи были возрождены, обращение к античному оследию, в новых условиях было порождением идеи гуманизма, и идеи гуманизма, которые оказались настолько неотъемлемой для человека, что центром является не Бог, а человек, хотя Бог не отменяется, и человек оказывается переживает, человек оказывается чувствует, он может оказываться любить, вот эти чувства обычные, человеческие, которые были отняты у многих поэтов, у многих писателей, у многих мыслителей, стали центром. И важнейшая функция, конечно, функция передачи социального опыта. Следующая функция, это нормативная функция, все-таки функция нормативная, если она не нормирована, тогда мы, конечно, у нас будет эклектика и хаос, потому что должна быть какая-то нормативность и придерживаться этих норм. Хотя постепенно и нормы эти расшатываются и приобретаются новые какие-то формы, и потом, как называет Джордж Держкович, когда возникает оккультурация, то функциональное единство в этносе нарушается, но потом в течение длительного времени возникает новый баланс, и этот новый баланс формирует новую нормативность для данной эпохи. Следующая функция знаковая, то есть функция очень важная. И сегодня иногда мы судим о культуре того или иного народа, а было ли у них письмо, а происходила ли фиксация тех или иных событий, потому что гадать на кофейной гуще, либо чисто по археологическим разысканиям, крайне сложно и трудно. А когда есть тексты, так называемые нарративные тексты, повествователи, мы можем судить о достоинстве культуры. До начала 20-го столетия в истории мировой культуры считала самая древняя цивилизация, древняя культура египетская. Но когда иранский крестьяне на своем участке обнаружил библиотеку, библиотеку шумерской культуры, несколько десятков тысяч длинных книг, то он для человечества узнал, что самая древнейшая цивилизация, она возникла в начале четвертого тысячелетия до нашей эры. И их тексты, например, «Воево золотом веке» или «Сказание о Гильгамеше» оказались удивительным открытием для всего мира, что эта культура настолько была разработанной, и они умели все. Единственное, легче всего задать вопрос, что же они не умели, а они умели все. И, конечно, эта культура была завоевана более сильными этносами, менее культурными, но более жестокими и более сильными. Затем эта культура была развита дальше, так называемая Вавилоно-Сирийская культура возникает, а потом приходит так называемая Иранская культура, Персидская, и в результате завоевания Александра Македонского и Египта, и Месопотамия, культура Месопотамия, Месопотамия прекращается, она становится дальней истории. Беззнаковой культуры происхождение, скажем, первые знаки были пиктограммами, это были рисуточные письма, потом оно подвергается дальнейшей эволюции, возникает логограмма, более абстрактные, затем логограмма, появляется клинопись. Эти клинописью выдавливали на сырой глине, потом эта глина подвергалась обжигу, покрывали ее глазурью, и это глиняные книги создавляли каталоги, и они хранились в библиотеке. Поэтому купцы того времени были, наверное, основными трансляторами этой культуры. Они шли к пределам Поднебесной империи на восток, а они шли к финикийцам в восточном Средиземноморье, а финикийцы морским путем доставляли на Кипр, на Крит, и дальше в Египет. В Египте возникают свои логограммы, и возникает первое такое слоговое письмо, и слоговое письмо стало предвестником появления алфавитного письма. Если эти иероглифы шумер попали в Индию, а дальше в Китай, и видимо стали основой для появления китайских иероглифов. И там говорит о том, что был некий китаец, который наблюдал какие следы оставляли птицы на песке. Это видимо просто красивая сказка, легенда. Нужно исходить из того, какая же культура создала первыми иероглифами. Были шумеры. И возникает два типа письма. Алфавитное на Западе, и возникает иероглифическая Поднебесная империя. Достижение шумеров неоспоримое. Алфавитное письмо было создано самими финикийцами, а финикийцы были посредниками. И на Крите возникает греческое письмо А, и в континентальной части Греции возникает греческое письмо Б. На основе греческого письма Б возникает латиница, и возникает все другие алфавиты, в том числе и кириллица, которым сегодня пользуемся мы, когда пишем по-русски, и пользуемся кириллицей модернизированной, когда фиксируем живую казахскую речь. Конечно, следующая функция, тоже одна из основных, это ценностная, или, как мы называем, аксиологическая. Она отражает качественное состояние культуры. То есть качественное состояние материальной культуры. Духовную часть тоже мы можем подвергать принципу качества, использовать этот принцип, потому что мы должны знать, теленные духовные потуги, или теленные духовные системы, они помогают нам, они жизнеутверждающие, либо жизнеотрицающие, потому что внутри, скажем, любой конфессии, категорически великий, скажем, ислам, христианство, буддизм, возникает сектанство. Любое сектанство есть антисистема, она жизнеотрицающая. И они, конечно, расшатывают этническую общность людей. И государство, наверное, в первую очередь, и люди должны бороться с антисистемой. И жить до конца антисистемой невозможно. Они всегда были и будут. Пример могу привести такой. Манихейство. Манихейство это антисистема. Она взяла многие вещи из тенгризма, из христианства, из буддизма. манихейство. Манихейство появилось до появления ислама. И сумело адаптироваться в новых условиях. Конечно, их гнали из Малой Азии, их гнали из Византийской империи. Они оказались в Халифаде. В Халифаде тоже подверглись гонениям. И они по Великому Шелковому тракту оказались в Средней Азии. И дальше пробрались к Китаю. И конечно, уйгурский хам принял манихейство как государственную религию, которое привело к распаду и исчезновению уйгурского кагарата. То есть это тогда, когда в конце 8 века так называемые токузо-гузы отпали от династийного рода Ашина и стали вести независимую политику. В конечном итоге династийный род Ашина, которые называли тюрками, были уничтожены. До последнего их поддерживал единственный племенной союз Копчаки. А все остальные токузо-гузы 9 разных племен объединенных отошли их. А без этих 9 племен мощных и сильных никто не мог устоять. Среди них были уйгуры, среди них были и Аргены, Найманы, Киреи и Карлуки, которые отошли, бросили Ашина на произволь судьбы. Почему так произошло? Потому что последняя ханша побег после смерти Билья Кагана она власть должна была передать по старшинству обычно существовал такой принцип передачи верховной власти так называемая удельная лестничная система. Лестница это так называемая четка, раньше были четки, кожаные. То есть по счету передать, кто у кого возраст подошел из этого династийного рода, тот становился Каган. но она вдруг передала верховную власть своему фавориту обыкновенному простому Тархану. И это вызвало династийном роде междуусобицу, которая привела к гибели этой мощной сильной империи, которая просуществовала 300 лет. Побег эта ханша спасла 4000 человек. Она спасла людей, но она не спасла народ. И Ашина она увела поднебесную империю. Поднебесная империя, император принял их, но через третье поколение они подверглись ассимиляции, превратились китайцев. Качество культуры это важное, потому что культура как система ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критериям соответствующей оценки. Я хочу вам сказать, что, конечно, чтобы стать более культурными, иногда государство использует, на мой взгляд, более категорический закон. Скажем, Германия, чтобы сделать немцев более четкими, более покладистыми, более послушными, а они используют драконовские законы. Нельзя мусорить, нельзя курить в неустановленном месте, нельзя плеваться. Я думаю, что, может быть, и нам надо к этому вернуться. И тогда, через третье поколение, появится новая популяция, которая станет более культурной, более цивилизованной и станет более достойным, и станет весомым в истории мировой культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok